Здравствуйте! Начнем с важной темы, которая касается непосредственно ключевого вашего на данный момент социального проекта, который сейчас еще реализуется, это Международная Академическая Школа Одессы, на Академическое, это красивое здание, которое, если ехать на пятом трамвае, видно его со всех сторон, преображается проект, уже видно, что он близится к своему завершению, чем он будет отличаться от большинства, наверное, абсолютного большинства школ, не только Одессы и Украины, какие его основные преимущества? Ну и напоминаю, 34-92-58, звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю. Во-первых, этот особый проект, мы его начали реализовывать 6 лет назад, и смотрите, уже практически завершены все общестроительные работы, идет полная отделка сегодня, отделывается каждый класс. Вот у нас школа 22 тысячи квадратных метров, из них половина это учебные классы, остальное специальные помещения, это я имею в виду и храм, один и второй, я имею в виду бассейн, два бассейна, один бассейн для взрослых на шесть дорожек, второй для маленьких, первого, второго и третьего класса, актовый зал огромный, школьное кафе и так далее. Спортивные сооружения, два спортивных зала. То есть мы предусмотрели и называли этот объект школу будущего. А если это школа будущая, то она должна функционировать и через 20-30-50 лет она будет востребована. И быть современной. И самое важное, что мы вложили туда душу. И она очень красивая получилась. В начале, когда был проект, мы его несколько раз меняли. Мы вносили какие-то изменения, дополнения. Когда начали уже строить какие-то элементы такие, которые бы украшали наш город и это само здание, и оно получилось, но я красивее здание, честно говоря, не видел. Мы сделали потрясающую подсветку, чтобы и вечером, и ночью, и днем было комфортно. У нас там предусмотрено все для того, чтобы дети имели возможность, вот если они приходят, у нас планируется в 8.30 и до 7 вечера могут находиться в школе. По желанию родителей наших учеников. Занятие начинается. Кто-то, допустим, дети с первого класса, может, они целый день не смогут. И скорее всего не смогут находиться. Кто-то, ребенок привык в 6 лет, может, кто-то спит днем. Он будет заниматься там до 12, родители забирать будут. Другой ребенок, нет, он должен там обедать. Предусмотрено трехразовое питание. Группа продленного дня будет для всех желающих, и они там будут находиться первая часть времени, это до 16 часов. Выполняют все уроки, а потом могут идти домой. Тот, кто родители работают, у нас есть такая возможность, что будут находиться дети до 19 часов. То есть, если есть желание, и родители не имеют возможности дома заниматься, потому что многие работают, а дети должны быть заняты. У нас там предусмотрено до обеда занятие, после обеда занятие в кружках. Обязательные дисциплины, которые мы четко уже определили, это помимо учебного процесса, который есть общий, обязательный, это шахматы обязательно будут, и у нас бассейн обязательно будет. То есть, можно выбирать, ну вот, чтобы эти дисциплины обязательны, а второе, вот творческие кружки разные будут. Будет там работать, я уже сказал, шахматная школа, это раз. Второе, творческие кружки, хореография, танцы. У нас большой спортивный зал огромный, там могут и бальными танцами заниматься, художественной гимнастикой. Мы профессионально с трибунами сделали, там сделали, вложили туда и средства, и самое главное душу. Все отделочные материалы, которые использованы на школу, они все экологически чистые. Все материалы и все современные технологии, которые можно было бы сегодня только посмотреть где-то за рубежом, у нас использованы на школу. Солнечные коллектора, это у нас в школе. Почему? Потому что два бассейна, они очень затратные. Если не думать о перспективе эксплуатации этой школы, то будет серьезная проблема потом. Никто не сможет содержать эту школу. А мы установили солнечные коллектора, практически не будем использовать там газ или какой-то другой источник, дорогостоящий, я имею в виду солярку и так далее. Учитывая стоимость коммунальных платежей сейчас, например, на сезоне. То есть все предусмотрено, и котельное. Мы эту зиму уже перезимовали и посмотрели, как все оборудование работает. Теперь смело можно ее эксплуатировать. Это то, что касается в целом самого формата, самого здания. Продолжим разговор о школе. Сейчас у нас телефон в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте свой вопрос и общайтесь с нашим гостем. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, мы бы хотели подать заявление, чтобы наша внучка занималась в новой школе. Но мы позвонили и нам сказали, что надо будет ежемесячно 11700 платить за занятия. Какая цена будет за занятия детей? Ну, вам правду сказали. Вам сказали точную информацию, чтобы можно было эксплуатировать это здание, нужно будет оплачивать именно такую сумму. Я знаю, что такая сумма неподъемная абсолютным большинством граждан нашего города. Но мы сегодня ведем разговоры и хотим, чтобы эта школа была доступна для всех. Я просто говорю, почему. Потому что сегодня, если областной совет, городской совет смогут оплачивать часть коммунальных услуг, и мы составляем сейчас договор, они могут отправлять соответствующие органы или управление образования города, или управление образования области. Они будут направлять многодетных семей, кто имеет право льготы какой-то. Но мы планируем, вот мне говорят, у вашей школы под 1250 мест рассчитаны. Но мы планируем первое время не больше 200 набирать. Потому что нам не нужно, мы не гонимся за количеством. Нам нужно самое главное это качество. А для того, чтобы сделать, чтобы все имели право и имели возможность обучаться в этой школе, мы планируем, чтобы часть коммунальных услуг оплачивали органы власти. Это естественный процесс, это везде. Вот я посмотрел цену в других школах, но я вам хочу сказать, что у нас не самая высокая цена. Я подчеркиваю, не самая высокая цена. Почему? Ну потому что ее нужно содержать. Вы представляете, ее нужно, эту школу содержать, и я вот уже сказал, 22 тысячи метров эксплуатировать нужно. Это раз. Там учителя. Мы планируем там, чтобы с первого класса, с первого, подчеркиваю, класса, дети изучали английский, немецкий, французский язык. Дети имели возможность, которые учатся, заниматься в кружках. А зарплата учителей, это труд очень такой востребованный, и он должен высокооплачиваем быть. Мы не сможем подобрать учителей, я считаю, несправедливо, и мы будем настаивать, чтобы преподаватель получал хотя бы ту заработную плату, которой он будет дорожить и своей работой, и я хочу очень, чтобы, ну, четверть всех детей в школе, они учились бесплатно. Это естественно, это нормальное явление, это в цивилизованных государствах всегда так. Направлять будут бесплатно наших детей органы, которые занимаются образованием. Я думаю, что это будет справедливо и правильно. Я вот два дня назад общался с председателем областного совета Сергеем Паращенко, и мы говорили, обсуждали эту тему. Вынесут на рассмотрение областного совета, депутаты будут рассматривать. А я уверен, что, наверное, такое должно быть. И мы можем со всех районов, не только города и области, ну, направлять сюда детей для того, чтобы они, ну, вот здесь учились. Это раз. Помимо всего, мы же сможем использовать весь спортивный комплекс. Это для всех детей, которые учатся даже в других школах. Допустим, бассейн. Ну, почему бы не использовать полностью все школы, которые есть, чтобы они проводили какие-то соревнования. А здесь с бассейнами дефицит. Да, в Одессе нет бассейнов, школьных нет. А у нас оборудование самое современное. Я уже говорил, что артезианская скважина, и она наполняется вода в этом бассейне с артезианской скважиной. И вы знаете, ну, я вам хочу сказать, целое озеро. Я как-то уже рассказывал, мы начали смотреть, где есть вода, и геологи смотрели. Оказалось, под школой, буквально 100 метров от школы, целое озеро на глубине 123 метра. Мы оттуда сделали артезианскую скважину, и в бассейн будет наполняться вода. Это одно. Второе. Спортивные залы. Два. Однолетняя спортивная площадка с трибуном. И один спортивный зал, самый лучший спортивный зал в городе, тоже может использоваться полностью. Мы сделали актовый зал, который будет использоваться не только, наверное, детьми нашего города и области, но и, наверное, и взрослыми. Под тысячу мест актовый зал. Там мы организовывать будем разные мероприятия, разные кружки. И дети могут со всего города приходить и будут заниматься. Но я не могу по-другому пойти, потому что мы должны выйти на ноль. Вот заработная оплата, коммунальные услуги мы посчитали. Если мы набираем, то можно только вот содержать школу, если будет именно такая цена. Хотят приобщиться к нашему разговору через зрители. Очередной звонок у нас в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте вопрос. Сергею Васильевичу Кивау. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Интересует, когда можно прийти на экскурсию в школу, посмотреть классы и так далее, как обычно в других школах. То есть что-то вроде Дня открытых дверей, которые, кстати, в Одессской юридической академии, Международном бюджетном университете происходят регулярно. Будет ли такая практика в международной школе? Не, ну как, конечно. Родители, прежде чем отдать ребенка, должны пройти. Посмотреть, ну, все, что есть. И посмотреть все классы какие есть, условия, кафе. Ну, все. Я считаю, что вопрос хороший, и мы сегодня завершаем этот процесс. Я думаю, что с 18-го, сейчас месяц идет на подачу документов, и после 18-го июня, ну, можно будет уже делать Дня открытых дверей в этой школе. А если кто-то вот просто, ну, очень желает прийти, посмотреть, потому что там объект не режимный объект. Можете зайти и посмотреть, как даже, как строят. Вы знаете, мы еще тысячу раз, слава Богу, что вот я нашел строителей, которые убедили, мы просим их каждый день. У нас на этом объекте более 150 человек работают. Они работают, если кто-то из родителей захочет зайти посмотреть, любой гражданин может зайти и посмотреть. Классы красиво делают. Вот я сегодня был, посмотрели. Тематические классы будут. Вот я сегодня зашел в класс украинского языка. Красивый такой рисунок Шевченко. И вот как книга «Кабзарь» открытая, вот в этот класс, как заходишь, он, если ребенок попадает, допустим, в класс украинского языка, украинской литературы, то он уже и чувствует себя по-другому. Везде интерактивные доски. Вот мы посмотрели, и класс русского языка тоже будет. Пусть никого не раздражает. Сделали такую картину Пушкина. Вот это будет. Иностранный язык. Если английский язык заходишь, а там символика английского государства. То есть там красиво будет, знаки разные. Класс химии. Особенно то, что касается химии. У нас два класса химии мы оборудуем. Вот каждое рабочее место, вот должны обеспечить его, что он, значит, у него умывальник здесь, у него вода подведена, он химически какие-то преподаватели будет показывать, какие-то лабораторные исследования, как проводятся. Класс физики тоже самое. И каждый класс отдельно. У нас на втором этаже будет оборудована шахматная школа. Класс студии будет, два класса студии. То есть все, что необходимо ребенку, класс немецкого языка, класс французского языка. То есть дети с первого класса. Если по программе все начинают изучать английский язык или французский, любой иностранный язык со второго класса, у нас с первого класса. Я вообще планирую, чтобы ребенок сам избирал на каком языке ему изучать, допустим, физику или химию. Не просто язык знать. Он должен иметь возможность выбрать. Я уверен, что нам удастся, потому что я сделал такой проект, когда мы начинали внедрять в Национальном университете и юридической академии проект, что все лекции и все семинарские практические занятия читаются на английском языке. На меня смотрели, зачем вам это? Это было 13 лет назад. А сегодня единственный вуз на постсоветском пространстве, где начинается теорию права, допустим, или политологию, или там другой предмет специальный. Все на английском языке. На немецком, на французском потом добавили. То есть, все то, что касается учебного процесса, ну, я всю жизнь этим занимаюсь. И я вам хочу сказать, если это университетское одно, а если школа, ну, это примерно то же самое, только нужно будет тщательно подходить к этому процессу. Организационный вопрос, который у меня вот буквально возник в процессе нашего разговора. О форме понятно. Красивая школа, уникальный объект, достопримечательность. О содержании учителя. Как происходит набор учителей? Насколько охотно люди идут и интересуются вашим проектом, учитывая всю ту возможную сложность, которая возникнет с тем, что, допустим, на французском языке, на английском языке, ну, не знаю, насколько легко набрать штат профессиональных педагогов, которые могли бы преподавать столь сложные науки. Расскажите об этом процессе. Знаете, мы уже начали подбор преподавателей. Тот, кто пожелает прийти на работу в нашу школу, они подают анкету, мы потом изучаем эту анкету, но с учителями встречаемся непосредственно. Вот уже было несколько встреч. Мы беседовали с преподавателями, учителями и начальных классов, и преподавателями химии у нас, и литературы. Украинского языка. Есть преподаватели и идут. Потом мы будем отбирать лучших из лучших. Это одно направление. Второе, мы планируем, чтобы преподаватели, некоторые преподаватели, допустим, английского языка, они были носителями этого языка. То есть пригласим из-за рубежа. Сегодня есть такая возможность, я имею в виду, все сегодня ищут работу, и мы посмотрим сегодня, ведем разговор с нашими партнерами в Великобритании, в Лондоне, чтобы они направили несколько человек сюда, чтобы они имели возможность общаться. И непосредственно с такого возраста, с 6-7 лет, с 10 лет, если это старше, чтобы они давали им правильное произношение, изучение иностранных языков. И в Германии, и в Франции. Мы планируем вот так. А сейчас уже первый этап у нас есть. Так как это происходит в Академии и Международном гуманитарном университете. Да, вот я вам хочу сказать, в Международном гуманитарном университете у нас изучение второго китайского языка. Мы долго искали наших специалистов, они есть, а потом просто пригласили, обеспечили работой здесь, обеспечили жильем и обеспечили, ну, дали заработную плату. И сегодня для того, чтобы изучать китайский язык, вот есть два человека, которые являются носителями. И это работает на 100%. Я думаю, в школе еще легче будет реализовать. Чем младше ребенок, тем он лучше усваивает. И мы будем идти именно по такому пути. Не все сразу делается, я вам хочу сказать, но направление у нас есть, и у нас мы этим будем заниматься. Режиссер сообщает мне, что мы восстановили телефонную связь. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Олег Петрович. Я, во-первых, хочу поблагодарить Сергея Васильевича за ту огромную работу, которую он производит в Одессе. Это, конечно, компьютерная граната для пенсионеров, это и обучение, и вот эти тесты по коронавирусу, которые вы делаете за свой счет, и не берете ни копейки из государства. Это огромная, огромная помощь. Это огромное, искренне огромное спасибо от одессе. Что касается этой школы, у меня все-таки несколько вопросов есть. Я хотел бы, помимо этого я уже понимаю, что это будет более 200 рабочих мест, это отлично, безусловно. Но все-таки мне показалось, что это школа какого-то церковного направления. Или я, может быть, я ошибаюсь. То есть там, может быть, я не понимаю, церковно-приходская что-то, школа или что. То есть она, видимо, дает какое-то религиозное, я так понимаю, образование. Если нет, то не опровергните. И вопрос следующий, еще один, второй, если позволите. Может быть, все-таки, Сергей Васильевич, сделайте акцент на технические какие-то специальности, потому что в городе огромный дефицит людей с техническими знаниями. Понимаете? Токарей, слесарей и так далее. И может быть, в вашей школе будут какие-то кружки именно технического направления для особо одаренных детей, именно не в гуманитарном, а в техническом отношении. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам огромное за содержательный вопрос. Да, не один, при том вопрос, несколько. Смотрите, Олег Петрович, я действительно, если обратили внимание, то архитектурно здание выглядит так, церковь, а дальше как крылья идут классы учебные. И внутри то же самое. Две. Первый этаж – это Иоанна Богослова, и второй – Сергия Радонежского, вот у нас в середине церкви. И мы архитектурно так построили. Вот этим мы отличаемся от других школ. Вот до 17-го года вообще все учебные заведения, любые учебные заведения строились именно так. Вот наша артиллерийская… До 1917-го, да? До 1917-го. Да. Не путать. Да. И артиллерийское училище то же самое. Вот он построен там более 140 лет назад. Сначала построили храм, а потом построили все остальное. Даже советская власть не разваливала. Да, архитектурно, кстати, очень чем-то похожее. И вы знаете, вот если вспоминать, как это происходило семь лет назад, когда проект мы обкатывали и смотрели как. Мне помогли строительная наша академия Одесска. Я объявил конкурс на лучшую школу. Вот как молодежь видит школу будущего. И вот вы знаете, было несколько проектов, дипломных работ. Были и магистрские работы, и ста там, 40 проектов мы выбрали вот именно этот проект. Потому что новая, хорошо забытое, старая. И меня визуализация вот была показана на защите курсовой работы. И вот я настолько проникся, и вот мы долго обсуждали, говорили, и потом мы начали воплощать ее в жизнь. Но это не церковно-приходская. В народе ее называют церковно-приходская школа. Юридическое название ее МАШО. Международная академическая школа Одессы. И у нас по действующему законодательству церковь отделена от государства. Но мы идем по другому пути. Мы общеобразовательная школа, а те, кто захочет изучать после занятий, то есть вне классное обучение, изучать традиции христианские, то они будут изучать. Но вот ребенка нужно научить, ну, самым элементарным. Зайти в церковь. Он должен знать, как помолиться. Он должен, наверное, знать Отче наш. Он должен знать какие-то молитвы. Тот, кто пожелает, он, конечно, будет заниматься. Для чего мы построили там два храма? Иоанна Богослова, это проповедник православия, вообще христианства. И мы идем именно по такому пути. Мы цивилизованно будем подходить к этому. Это очень хорошо, когда мы поддерживаем православие, поддерживаем христианство в целом. Но там не обязательно, чтобы дети, загонять их в церковь. Никогда мы на это не пойдем. Во-первых, этого нет в учебном расписании. Мы сделаем это как дополнительные занятия, которые будут бесплатно, они будут изучать закон Божий, все традиции, которые есть. Но это естественный процесс. Но мне кажется, что это будет единственная такая школа, где будут изучать еще эти предметы и будут нацеливать их на нравственность, на то, чтобы они выросли добрыми, чтобы они сочувствовали, если видели какую-то проблему. Это правильно, потому что если дома его не научат, родители иногда не имеют такой возможности. С утра до ночи на работе, кто ими занимается. А если тот, кто не захочет туда ходить, но он не будет заходить. Кто-то, может быть, из арабов тоже будет учиться там. Я не исключаю. Иудеи могут учиться. Или другой вероисповедания. Это пожалуйста, ты заходишь. Вот это отдельно. Но у нас город Одесса православный. Но есть у нас арабский культурный центр, красивый, стоит в городе у нас. И там тоже изучают Коран и другое. Есть у нас еврейский университет, еврейская школа. Там другие. Ну а это православная школа у нас. Вот я пошел по такому пути и хочу, чтобы это осталось на века. Будет ли предусмотрено в школьной программе международной школы Одесса именно технический фактор обучения? Вот смотрите, я вам не случайно сказал, что мы особое внимание уделяем специализированным классам. Физики, химии, математики. У нас целые лаборатории там будут развернуты. Это специальное оборудование. Не просто класс зашел и класс у тебя, ты там нарисовал что-то на стене. А там все оборудование. Мы специальное оборудование для этих классов делаем. И я хочу, и я думаю, что те дети, которые будут связаны именно с этим, будут победителями разных олимпиад по физике, по математике, по химии, по биологии и так далее, по любым предметам. Они будут учиться у нас иметь большую скидку. То есть они вообще платить не будут какое-то время. Много таких моментов. В одной программе мы не сможем это рассказать все, но это начало, это новое для нас. Я понимаю, почему задают вопрос, потому что я гуманитарий и университет у нас гуманитарный. Но я вам хочу сказать, что в Международном гуманитарном университете у нас есть очень хорошая специальность компьютерной технологии. У нас сегодня в юридической академии развивается факультет кибербезопасности, это технические специальности. В школе будет специализация именно такая. Но для того, чтобы прийти и быть хорошим специалистом в области физики, химии, нужно знать хорошо иностранные языки. Вот для того, чтобы он имел возможность, ребенок, перспективы молодой человек, и знать хорошо физику и какие-то смотреть работы научные, если он имел, он должен знать хорошо иностранные языки. Вот эта школа будущая нацелена именно на это. Ну и наконец, о самом главном. Люди интересуются, и вот нам звонили, и буквально за последнюю неделю меня несколько раз спрашивали люди, как зарегистрироваться и как подать заявку на обучение в этой школе, учитывая, что, я так понимаю, с 1 сентября учебный процесс на академической стартует в этом году. Расскажите, как это происходит сейчас, особенно в условиях никаких ограничений, которые мы называем карантином? Ну, правила приема в нашу школу общие, как и для всех. То есть, с 18 определенным министерством, управлением образованием города, с 18 мая идет прием в первый класс, с 18 мая по 18 июня. Они вот этот месяц все подают заявки. То есть, надо успеть до 18 июня? До 18 июня нужно подать заявку. Нужно зайти на электронную почту, я попросил бы режиссера, чтобы вывели на экране, хотя идет уже реклама и в соцсетях, и по телевидению, можно определиться, зайти в интернет и посмотреть, и подать заявку. Ну, какая заявка? Копию паспорта родителей, ну, все то, что необходимо, есть. Единственное, что мы сегодня принимаем документы без медицинской справки. Медицинскую справку, когда вы уже будете зачислены, сейчас невозможно это сделать, я не рекомендую сегодня. Мне говорят, обязательно, чтобы медицинская справка, куда ребенок сегодня пойти. Там определенная справка, ну, можно пойти, но зачем создавать ажиотаж, когда придет время, пройдет у нас, ну, вот это все то, что связано с коронавирусом, ну, тогда, наверное, будет легче взять эту справку, и у нас свой врач будет в школе. Ну, во всяком случае, вот послабление только в этом. Подаются все документы, и после того, как они будут обработаны, и будет сообщено ребенку, что вот он, значит, зачислен в школу, в такой-то класс. Мы сделаем набор с первого по восьмой класс. Мы могли делать с первого по одиннадцатый класс, но я думаю, что, наверное, не нужно. Нужно постепенно. Меня убеждали, давайте сделать с первого по четвертый класс. Но некоторые дети хотят учиться и в шестом, и в седьмом, и в восьмом. И когда они будут получать аттестат о неполном среднем образовании, то есть после девятого класса, хотя бы год они у нас, чтобы поучились, чтобы мы имели возможность, ну, потому что у нас учителя, я надеюсь, что будут значительно отличаться от других учителей. У нас будет и жесткая дисциплина, а самое главное, что мы подберем самых лучших преподавателей. И платить, естественно, что будем значительно больше преподавателем, чем в государственных школах. Мы постепенно начали возвращаться к привычной жизни. Начинают сниматься ограничения, связанные с карантином по коронавирусу. Как вы считаете, значит ли это, что теперь все будет так, как прежде? После того, как 22-го, допустим, Кабмин сегодня объявил о том, что карантин будет продлен до 22-го числа, значит ли это, что теперь все вернется на круги своя или все-таки теперь наша жизнь в некотором смысле изменилась? Как вы лично считаете? Ну, не только я считаю, наверное, и многие считают, что все равно того, что было, уже не будет. Но у нас вот этот карантин, он настроил несколько по-другому, что мы смотрим на учебный процесс, если мы говорим, и вообще на жизнь совсем по-другому. Вот у нас студенты сегодня занимаются, наши студенты в школах занимаются системой онлайн. Мы наработали очень много, если это раньше у нас, мы практиковали дистанционное обучение и начитывали лекции, делали все для того, чтобы заочники, они учились именно так. Но сегодня мы применяем это непосредственно в учебном процессе и в колледжах, и в высших учебных заведениях. И очень сложность, очень сложная, особенно большая нагрузка на родителей. Вот дети, особенно малые дети, которые ходят в первый, во второй класс, в третий, да и в пятый, и им нужно заниматься, им нужно обязательно, родитель должен находиться рядом, как правило. И вот родители устают от всего этого. Мы должны достойно выйти из этого положения. Мы должны сделать все для того, чтобы мы вышли из этого с меньшими потерями. А для того, чтобы это сделать, каждый должен внести свою лепту. Мы два месяца назад, даже больше, чем два месяца назад, первые, кто закупил тесты. Еще до распоряжения президента Украины, который сказал, что это должны быть бесплатные тесты. Вначале это было непонятно кто, и мы видели, что и в аптеке продавали, и на масках спекулировали. И тесты непонятно по каким ценам закупали и продавали. Мы их сразу купили с первого дня. Медицинский институт Международного университета, он внес свою лепту, и мы показали, чем мы можем помочь не только сотрудникам университета, но и в целом одесситам. Мы вот уже больше, чем полторы тысячи прошли тесты. Тестирование проводится ежедневно, и в эти минуты так же. Проводим ежедневно, с понедельника по пятницу. Записывается. Делаем это квалифицированно, делаем это профессионально, потому что врачи проходят. Мы еще думаем и смотрим, потому что это университетская клиника, мы ее создали, эту университетскую клинику, и врачи должны быть обеспечены соответствующими костюмами, масками, соответствующими материалами. И когда приходит пациент, непонятно, что он, может, он действительно заражен коронавирусом, и тогда будет целая цепочка этой проблемы. И у нас были такие случаи. Мы выявляли, по протоколу мы определяли. И самое главное, что помимо всего этого мы еще готовим специалистов. У нас есть лицензия, и мы единственные, у кого есть это в Международном гуманитарном университете, есть факультет повышения квалификации врачей. И вот мы выбрали эту нишу, было заседание ученого совета, чтобы врачи, действующие врачи, имели возможность переквалифицироваться или повышение квалификации в области использования аппарата искусственной вентиляции легких. Потому что ни семейный врач, ни хирург какой-то самый известный, он не сможет, если он не знает, как использовать этот аппарат. Длительное время его нужно научить. Мы закупили самые современные аппараты, и они у нас в клинике есть. Мы сегодня протестировали сотни врачей, которые нуждаются в этом. Мы закупили тесты, которые являются лучшими, которые прошли апробацию в Германии и рекомендованы для всех стран Евросоюза. Но квалифицированных и лучших специалистов нет. И самое главное, что экспресс-тесты очень хорошие. Вы знаете, у нас не было ни одного случая, чтобы где-то не подтвердилось это. Мы сразу посмотрели, какая фирма самая известная в мире. Она реализовывает тесты в отношении сахарного диабета, в отношении беременности, наличия наркотических веществ в организме. И эти же тесты по коронавирусу, они переключились и очень хорошие тесты. Больше того, мы сейчас запустили программу иммунный паспорт одессита. Вы знаете, закупили мы новые тесты, где будем тестировать одесситов, есть ли у них в организме антитела. Это очень важно. Некоторые люди уже переболели, и у них есть иммунитет. И они должны знать об этом. Мы закупили и бесплатно, я подчеркиваю, бесплатно будем проводить это тестирование для всех желающих. Я думаю, что это наш реальный вклад, я подчеркиваю, реальный вклад в помощь, которую необходимо нам оказать гражданам Одессы. Потому что люди, которые сегодня не работают, люди, которые из квартиры боятся выйти, они должны быть уверены. Вот мы протестировали, многие приходили ко мне, я общался. Я сам дважды проходил там тесты. И приходили и говорят, вот вы знаете, я себя совсем по-другому чувствую. Почему? Я думаю, болен, не болен, могу заразить, с кем-то я общаюсь, а может нельзя, может я с внуками со своими общаясь, с детьми, можно мне выйти из квартиры, нет. Когда они проходят тестирование, они себя совсем по-другому ведут. Является уверенность у человека. Конечно. А второе, то, что мы говорим о этих паспортах, иммунных паспортах, которые мы планируем запустить. Я думаю, что придет время, когда ты захочешь поехать за рубеж, или на работу, или по туризму, нужно будет показывать такой именно паспорт. В Германии уже запустили, в Великобритании тоже начинают запускать, в европейских странах уже начинают запускать. А у нас, у нас это тоже система будет. Завел он такой паспорт себе, у него все отметки наших врачей, докторов, наук, профессоров, которые занимаются этой проблематикой, и будет ставиться печать. Это все мы запускаем как социальный проект. Это бесплатно, чтобы никто не сказал, а, это они хотят продавать эти паспорта. Нет. Это все социальный проект. Это уже третий социальный проект, который мы вводим для граждан нашего города. Зрители звонят в нашу студию. Если вы нас слышите, вы сейчас уже в прямом эфире и задавайте свой вопрос Сергею Кивалу. Добрый вечер. Добрый. Будьте любезны, у меня вопрос такой. Сергей Васильевич, у меня чисто юридического характера. Я в 2005 году взяла кредит в Дельтабанке. Выплатила его, и вот прошло уже сколько лет. В конце прошлого года они мне звонил уже на национальный банк, что я должна сюда деньги. У меня уже нет никаких документов. 15 лет прошло, я все повыбрасывала, все чеки, все. И что мне делать, мои действия. Вы приходите в юридическую клинику или скиньте по почте, или я не знаю как. Вот может быть сейчас будет ослаблен, карантин можно будет встретиться, я сам принимаю. Посмотреть нужны документы. Если то, что вы говорите, это действительно так, и то, что они вам предъявляют незаконные требования, ну мы будем иметь возможность подготовить им соответствующие документы. Если это не поможет, то у нас есть возможность. У нас хорошие адвокаты в юридической клинике. Я хочу подчеркнуть, что юридическая клиника, которая работает и по сегодняшний день, и будет работать. Бесплатная юридическая клиника, это социальный проект, который действует уже длительное время. И он и в дальнейшем будет работать. Я подчеркиваю, потому что мне некоторые говорят, а, наверное, закроется юридическая клиника. Как раз не закроется, будет работать и будем помогать. Сейчас многие жители нашего города попадут или попали в неприятную ситуацию, или кого-то уволили незаконно, или кого-то, значит, обидели так, как вас вот в отношении банка. Вы сами не сможете разрешить эту проблему. Это нужно приходить, это нужно показывать документы для того, чтобы мы юридически могли вам помочь. И мы это делаем, и очень часто, кстати, и на прошлой передаче, когда я был здесь, обращались граждане, мы тоже взяли эти документы в работу и будем работать. У нас каждый аспирант, каждый преподаватель обязан отработать бесплатно в юридической клинике. Я подчеркиваю, бесплатно. Вот это социальный проект, который у нас, он работает. Каждый магистр, студент старшего курса, он является консультантом, и они консультируют тех граждан, которые приходят. Это хороший проект, и он единственный проект во всей Украине, который успешно так работает. Мы вот десятилетиями используем этот проект и делимся своим опытом и с Харьковом, и с Киевом. У меня спрашивали, документы представляли. Ну, это хороший проект. Сегодня с удовольствием наши молодые преподаватели, юристы консультируют и работают с гражданами. Ну что ж, мы более 45 минут в эфире. Я думаю, что мы всегда рады вас видеть в нашей студии. Приходите, и в следующий раз можем продолжить актуальный разговор не только на тему социальных проектов, но и актуальной информационной повестки. Всегда рады вас видеть в студии. Сергей Васильевич, спасибо, что пришли сегодня. Мы продолжаем наш эфир на репортере. Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно и содержательно. Увидимся. Счастливо.